Всем привет дорогие друзья! Мы продолжаем играть в Dark Souls. Мы остановились на Цитадели Алдии. Где-то примерно на ее середине. И давайте сначала обследуем этот подвал. Здесь у нас опять предстоит сразиться с Фарлорном. Но для этого для начала нам нужно зажечь эту угну. И здесь нам предстает Фарлорн уже не с косой, а с двуручным мечом. И с двуручным мечом он на самом деле немножко попроще. По идее можно было бы поставить какой-нибудь щит и попытаться его запарировать. Но я думаю, что мы и так с ним справимся. Отравить его все так же нельзя. Смотрите, что делать. Заворачиваться от всех моих практически атак. Осталось совсем крапулечко. В этой жижи гуляют вот такие вот мутировавшие собаки. А эта жижа очень сильно портит наших вид. Поэтому давайте разденемся и снимем кольца. Как ни странно, эта жижа ломает броню и кольца. Но почему-то не наносит никакого урона оружию. Да, без брони, конечно... Долеговато мне жизни сносит. На самом деле, самым простым вариантом просто было бы их расстрелять издалека. С какой-нибудь лукой или арбалетом. Ладно, попробуем убить их так. Чьи-то рога здесь валяются. 21 Жизнь эта жижа не снимает. И ради чего я тут пыхтел. Небесное благословение. Гейзер душ. Здесь у нас большая душа солдата и урна разъедания. Если посмотреть наверх, то можно увидеть вот такую вот картину. И сверху люк. И чьи-то руки там висят. В ту комнату мы попадем сейчас. Давайте прочитаем, что за гейзер душ мы только что подняли. Гейзер душ. Тайное заклинание. Выпускает сгусток душ. Наводящийся на цель души поражает врага. А затем продолжает наносить ему удары. Это богохульное колдовство. Наследие Алдии. Оно задумано так, чтобы наносить урон противникам, пока его энергия не иссякнет полностью. И, кстати, перед тем, как начать эту серию, я убил одного из приспешников Алдии. И он мне дал одно интересное оружие, которое называется молот Алдии. Из описания которого можно узнать. Молот служителей Алдии. Это не оружие, а инструмент для вскрытия жертв их опытов. Говорят, что лорд Алдия был старшим братом короля. И даже помог ему основать Дранглик. Но вскоре он утратил интерес к развитию своей земли. Из этого как раз описание мы и узнаем, кто такой Алдия. И чем он занимался здесь, в этой цитадели. Так, отдохнем возле костра. И давайте уже прикроем свой срам. Леопольд, выходи. Так, я забыл одеть кольца. Здесь, как ни странно, никого нет. Эта дверь заперта. От нее ключ найти не так-то просто. Тролль. Почему-то он не хочет выходить. Наверное, ему нравится в этой клетке. И здесь у нас дверь, которая тоже заперта. Окей. Тролль. По-моему, ты должен был сломать эту клетку. Ау, да. Можно просто его было немножко раззадорить. И как раз, чтобы открыть эту дверь, нужно воспользоваться этим троллем. Хотя, возможно, бомба бы помогла, но я не уверен. Че себе так жестко застанело? Применяют на меня приемы рестлинга. Вообще, этот тролль или огур, называйте его как хотите, достаточно забавный персонаж. уродливый панцирь. У нас уже был уродливый череп, теперь у нас еще и появился уродливый панцирь. Уродливое оружие, одно из многих созданных в Алдии, ну, не совсем, конечно, опять корректный перевод, используется как молот. Похоже, это часть гигантского панциря. Но точное происхождение неизвестно. Некто, известный как лорд Алдия, вознамерился раскрыть тайны самой жизни. Ключ ких разгадки он видел в нежити. Выпьем же за это. Здесь сверху в клетках томится различная нечисть. Да, похоже, что один из приспешников Алдии все еще проводит здесь какие-то эксперименты. Перчатки служителя драконов. Такие мы уже, по-моему, находили. И вот как раз та самая дура, которую я показывал снизу. И здесь можно увидеть изувеченные трупы гигантов. Похоже, что лорд Алдия со своими приспешниками здесь проводил над ними какие-то опыты. И как раз все вот эти создания, вот эти тролли, огромные жирные собаки, все эти существа явно были созданы именно здесь, в этой цитадели. В результате бесчеловечных экспериментов. Фух, напугал меня. Иди сюда, жир трес. Давай уже поприседаем, что ли. Ты мне больше нравишься, когда приседаешь. Ну, нет, ну не так только. Так, здесь у нас тоже закрытая дверь. И он нам открыл доступ к двери, которая ведет, в принципе, к окончанию этой локации. Что-то лежит. Да, и очередной толстяк. Такими темпами у ребят вы тут всю цитадель так обрушите, сломая все несущие стены. Да, и там нас ожидает босс этой локации. Но пока мы туда не пойдем, потому что здесь мы еще не все обследовали. Для начала зажгем эту урну и, по-моему, это последняя урна, которая вызывает фарлорна. Так, давайте выпьем сразу же. Будем надеяться, что он меня не убьет. Блин, надо было щит поставить. Потому что отравленная катана так себе против этого персонажа. О, застанил. Догнал. Я тебя боюсь. По идее, этот тролль мог сломать и вот эту тележку. По-моему, там сидит Василиск. Может, ты мне дашь поставить щит? Да, конечно, удар двумя катанами сносит просто огромное количество выносливости. Ой. Так, не в ту сторону. Разменялись небезности. Блин, что я делаю? Похоже, я сильно хочу умереть. Хорошо, что хотя бы у него эстуса нет. Как же сложно к нему подобраться, а? Ну, давай. Блин, он еще, что ли, жив? Ну, нет, нет! Как же я тебя ненавижу. Так, давайте все-таки попробуем поставить в правую руку утиготану, а в левую какой-нибудь парирующий щит. Баклер, например. Самое мерзкое в том, что... Да, он стоит здесь. Там стоит тролль. Можно ли ему сделать бэкстеп? Сомневаюсь. Со слухом у него все хорошо. Ну, вот как я и говорил. Да, конечно. Не супер сносит, но все же. Щитом тебе по морде. Не успел. Выпьем уже. Давай, бей. И... Заключительный удар. Да. Окей, вернем нашу катану. А, вот как раз тележку уже сломали. Так, не все сразу. По очереди. Еще один прибежал. Ну, травился, наконец-то. Жизни у них, конечно, очень много. Так, ладно. Постолько мы убили всех фарлорнов в цитадели Алди, нужно вернуться обратно. Туда, где был огромный скелет дракона. Так, этого можно не убивать. Привет, дракон. И дракон нам сейчас покажет фокус. Не знаю, если я буду тут стоять, заденет ли он меня. По-моему, я сам к нему подлез. Мне просто стало страшно. Ну, после того, как скелет дракона совершил суицид, он нам дает ключ. Ключ из Алдии. Ключ от поместья Алдии. Блин, как они вот так его называют? И цитаделью, и поместьем. Король Вендрик заточил собственного старшего брата в этом поместье. Они оба искали правду, но разными способами, и чем сильнее накалялось их противостояние, тем слабее становились семейные узы. Да, похоже, что у них в отношениях было не все так уж и гладко. Ну что ж, мы получили ключ. Так, да, дверь. Мне этот ключ как раз открывает вот эти вот двери. Привет. Вроде раньше им хватало два удара. Хотя я могу ошибаться. Очередной молот Алдии. Там еще и жрец стоит. Кого здесь только нет. Каргулья. Да-да-да. Тут нужно быть осторожен. Мимиков здесь огромное количество. Да, всего лишь трава. А здесь еще одна дверь, но она идет все в тот же коридор. за этот рычаг мы пока дергать не будем. Давайте сначала расчистим здесь все, что есть в этой комнате. Ну а дернуть его все-таки придется. Это, правда, не обязательно делать, чтобы пройти эту локацию. Да, здесь бурная солянка всего, то, что мы встречали ранее в этой игре. Отбежать. Если мне сейчас мимикс хватит, то я чувствую, что у меня настанет конец. Углевражды. Еще один сундук. сборище мимиков. Треснувший красный лук. Хоть бы что-нибудь дали интересное. Да, похоже, здесь гордого рыцаря на опыт и пустили. Так, ну что ж, это, похоже, все. И как раз, если дернуть за тот рычаг, то все вот эти клетки можно сказать, что они откроются. И... даже не знаю. Давайте сначала вот этого огра убьем. Потому что он нам перекроет путь к отступлению. когда эта вся орала бросится на меня. Ай, дохну уже. От сердечного приступа умер. Окей. Смертельный номер. Привет, ребята. Ох, так. По идее, их можно тоже попробовать расстрелять издалека, но там... Смотрю, тролль прям... Очень агрессивно бежит в нашу сторону. Пуф. Почти схватил. Если он сделает мне захват, это будет смертельно. Откусит голову сразу же. Спасибо. Проверил моя челюсть на прочность. Ты уже должен умереть от яда. Наконец-то. Самоцвет. Ну, ароматная ветвь. Уже неплохо. Хоть что-то. Вас тут, смотрю, собрание. Что живые, что дохлые выглядят одинаково. Мутировавшая тварь переросток. Напоминает мне одну из мутаций из Resident Evil. Огромный гриб, боровик. К нему лучше точно не подходить. Сломает все и сразу. И еще мимик остался. Можно ли отравить мимикой? Я думаю, вряд ли. Он сам кидается с какими-то отравленными какашками. Так, ладно. Нужно поставить какое-нибудь оружие. Длиной проем пол не пролезет. Слишком жирный. Ну что? Что-то не получается. А! Плюнул мне в лицо. Окей. Ладно, давайте его обойдем с другой стороны тогда лучше. Звуки такие печальные издает. И черный посох ведьмы. Посох ведьмы Лейдии. Он пропитан особой магией, которая усиливает действия волшебства, чудес и порчи. Апостолы Лейдии были искусны в магии, владели опасным оружием, но их сочли еретиками и истребили. Ну вот, как-то так. И по идее можно идти к боссу, но у меня осталось две бутылки. Хватит ли мне? Ну, как вариант, у нас же есть камни. Я думаю, что вполне хватит. И давайте поставим что-нибудь огнеупорное. И здесь открывается шикарнейший вид. на некие каменные колонны и огромную клетку. Он только живет в этой клетке не попугай, а дракон-страж. На самом деле это не совсем дракон, этот дракон... только теперь еще одна проблема. Не с бутылками, а в том, что я забыл починить катану. Дай встать. бежим. Последний порошок для починки, это очень плохо. на самом деле это так называемый дракон очень чувствительен к яду. есть только одна проблема, к нему не так просто подобраться и по идее здесь помимо оружия ближнего боя нужно было бы еще поставить какой-нибудь лук с отравленными стрелами. да что ж тебе не сидится-то на месте. Я централизовку лучше убрать. Все, мы его отравили. недалеко он улетел. Тактика практически такая же как и с той верной которую мы уже убивали в Хейди. только что там верно была не такая агрессивная. Ну, по сути, сам себе босс несложный. Душа дракона стража. Душа дракона, сторожившего дорогу к храму. охраняет дракона эту землю по своей воле или на них действует одно из заклятий Алдии. Неизвестно. Что ему мешало вылететь из этой клетки через верх? не совсем понятно, так как крыши здесь особо-то и нет. И здесь нас ожидает очередной бесконечный лифт куда-то очень высоко. Беспалевная тень. Так, не понял. Чешуя дракона. Очередной прекрасный пейзаж. Восславим солнце. Продолжение следует... На самом деле таким способом разработчики очень часто маскируют загрузки. Так как мир уже в Dark Souls 2 бесшовный. Но что-то как-то в первой части я не помню таких затяжных лифтов. Были там конечно лифты, но не такие высокие. и мы пытаем в гнездо дракона. Тоже достаточно красивая и специфическая локация. Остается один огромный вопрос. Откуда черт возьми столько здесь их нарасплодилось. И здесь как ни странно нас ожидает изумрудная вестница. локация. Продолжение следует... 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 И она дает нам старое перо. И, возможно, вы заметили, но голос у нее немножко изменился. Он как бы звучит моложе, и некоторые считают, что это и та овестница из Маджулы, а ее более молодая версия. Ничего конкретного я тут не могу сказать, потому что выглядит она абсолютно одинаково. А то, что голос немножко отличается, непонятно, с чем это может быть связано. Вообще, если посмотреть титры, то, да, действительно, вестницу озвучивали две актрисы. И эту локацию можно пройти как очень быстро, так и не очень быстро, если заморочиться на различных вещах, которые здесь можно найти. Ну, давайте это оставим на потом. Сейчас давайте вернемся в цитадель Алдии. Ну, а перед этим мне нужно стать полым. В чем мне помогут вот эти вот злостные зверки? Приводили меня в камень. Кстати, это болезненно. Да, камень снимает очень много строки жизни. За раз. И давай теперь пообщаемся с этим магом. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Да, этот персонаж тот еще засранец. Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует...